Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Хутор Штуканов. Всем привет! Краснодарский край. Сегодня день именинницы, поэтому поддержите Маргариту лайками. Это хорошо дополнит ваши поздравления. А мы начинаем. У вас завтрак? Да. Вчера купили торт. Утром Маргарита говорит, давай его выкинем. Я говорю, почему? Расскажи, почему? Да, вчера мы купили тортик и совершили очень большую ошибку. Мы не прочитали состав продукта. А когда я прочитала состав уже дома, я пришла в ужас, друзья. Здесь крем абсолютно весь состоит из пальмового масла. То есть здесь ни грамма натуральных продуктов нет. Ну, есть яйца, мука, вот из чего коржи сделаны. А крем состоит, я вам скажу сейчас. Заменитель масла какао, нетемперируемый, лауринового типа, рафинированное, дезодорированное, пальмоядровое масло в натуральном и модифицированном виде. И дальше пошли добавки Е, вот такой список. То есть мне кажется, что вот этот продукт употреблять в пищу категорически нельзя. Что самое страшное, что там продавались такие тортики для детей. То есть человек-паук там, ну, в форме игрушек. Это мы покупали в отрадной, рядом с рынком. То есть я реально, когда я прочитала состав, я была в шоке, друзья. Поэтому на этот тортик мы посмотрим и выбросим его. Потому что здоровье все-таки дороже. Хотя тортик 500 с чем-то рублей. Ну да. Так что... Будем кушать варенье и сладости. Будем кушать варенье. Оно более, так сказать, натуральное, да? Да. Ну, кушаем. Кашка, яйца. Это у нас завтрак. Уже всех накормили, всех выгулили. Даже Алик уже траву покосил. Я уже траву собрала. Траву покосил, переоделся. Доски буду около бани, которые лежат в цементном молочке. Я их за забор сложу. До следующего года будут лежать. Ну, там по надобности буду брать их. Сейчас пока они не нужны. И у бани надо наводить порядок. А то, если скоро пойдут дожди, а еще, не дай бог, снег выпадет. Тогда вообще все замечательно. Да, они же примерзнут, если там уже все. Поэтому... Ну, и надо к бане прокапывать слив. Мы там чуть-чуть метра два с половиной прокопали трубу. А надо дальше как бы прокопать и какой-то приемок сделать. Потому что никакой там септик делать не надо. Это же не туалет. Но хотя бы углубление какое-то надо. Правильно? Да. Все. Вискос пришел. Сейчас искалик. Сейчас мы все это покидаем за забор. А потом аккуратно сложим. Пленку расстелили уже. Блоки поставил, чтобы был зазор. Чтобы они не на земле валялись. И будет у нас тут порядок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нейска, ты уже сейчас скоро задохнешься. Вот это прыжки. Отдохните. Шпунтик и коротышки. Или как? Тарапунтик. Штыпс или тарапунтик. Штыпс или тарапунтик. Да. Устали. Хочу ответить на вопрос. Спрашивают, почему дверь не с этой стороны. А с этой. Кстати, дверь сегодня должны уже изготовить. Потому что печка у нас справа. А вход слева. Более того. Здесь будет навес. Навес. Вот так. И, соответственно, из-под навеса входишь. Здесь будет, ну, типа, мангальная зона или зона отдыха. Посмотрим. Еще не определились. Ну, типа, веранда будет, да? Да. И сразу, как бы, дверь накрыта крышей. Вход. И, на самом деле, без разницы, с той одной стороны или с этой. Ну, что тут на два метра больше идти. Без разницы. А тут зона, как бы, будет отдыха. Поэтому очень хорошо. Вышел из баньки. Присел тут. Чаек попил. Чаек попил, да? Все продумано. Все нормально. Насчет двери. То, что открывается. Вот так подметили, что сделано левшой для левши. Да, я левша. Поэтому так и сделал. Ну, и, то есть, как бы, не планировал. Справа, слева. Ну, как удобно, так и сделал. Нешка, где Альма? Альма. А где свинтусы? Спрятали что-то. А свинтусы? Где-то лозит. Вон он. Димон. Где? Вот он. А, доски-то убрали. Все. То они тут терлись. У Нески уже сил нет кого-то гонять. Димон провокатор. Альма, нам сало не останется. Ну, ты смотри, Славик, нападает. Скоро на нас будет нападать. Такие хозяева уже, я тебе скажу. И Димон такой же. Все устала. Устала. Так, Димон. Вот это делать не надо. Идите попить, Анна. Да, они же попили. Посади свинью за стол. Она и ноги на стол. Свинтусы, свинтусы. Димон, иди попей воды. Можешь искупаться даже. Это Славик. Это Славик. А Димона это нету? Славик, иди попей водички. Искупайся. Димон, иди воды попей. Ну, иди. Иди, давай, скупайся. О, ты-то не влезешь, Димон. Димон. О, ты-то не влезешь. О, ты-то не влезешь. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Эх, Димон, придется мне опять идти за водой. Альма, кости твои стырили. Альма, отстань. Альма, Альма, нельзя. Сейчас Димон такой лег, перевернул. Сейчас, подожди, Славик. Что, все? Это неинтересно, молодой. Так они думают, может пожрать тот ведре. Сейчас они его перевернут. О. Ну, сейчас загоню ему, покормлю. Загоню. Все. Вода неинтересна. А мы, друзья, закладываем еще одну партию тушенки с гречкой. Морковку порежу, помогу Маргарите. Мясо уже разложили. Вот. И сегодня пораньше поставим, чтобы не до ночи ждать, чтобы выключить плиту. Все, друзья, закладываем наши каши. У нас почти все гречневые. И парочка только получилась с рисом. Гречки не хватило. Пришлось делать с рисом. В этот раз эту морковку мы положили снизу и не обжаривали. Для разнообразия. Я Маргарите говорю, хватит всего жареного, канцерогена. Правильно? Угу. Надо для разнообразия положить нормальные. Свежие продукты. Все, сейчас закроем, включим. Вечером уже все будет готово. Я надеюсь, до вечера нагреется. Ну, я плавный делаю газ. Не резко. Чтобы банки не взорвались. Все-таки стеклянные. Ну, и перепад давления тоже резкий. Никто не сменял и температура. Все. Каша приготовится. Пойдет в наш подвал. Ну, вот, как уже все видели, мы доски убрали. Бетон-мешалку туда поставили поближе. И сложили их вот там за забором. вот так. На поддоны. Ну, чтобы они не заросли травой. Они еще могут понадобиться для опалубки. Три утки у нас осталось. Курочки гуляют. Дождик пошел. Вон, на тучу как-то стороной, что ли, прошла. Ну, так накрапывает дождичек у нас. Может, сильного-то и не будет. Потому что там солнышко выглядывает. Уже вечер, друзья. На нас надвигается большая, огромная грозовая туча. А времен гром, да? Да, вон, все небо светится. Ну, вот, а Маргарита шуршит. А мы сегодня как не приготовим что-нибудь на ужин за день рождения отмести. Ездим, ездим. Только что ездили. Дверь нам сделали. Забрали дверь. Ну, завтра покажу. Дверь, конечно, так себе. Вот. Ну, хоть в срок сделал. Петли не навесил. Замок не врезал. Короче, фреза накрылась. Дверь не шлифанул. Говорит, лента порвалась вручную. Там что-то шлифовал. Вот. Ну, зато коробка на двери хорошая такая, мощная. Ну, типа доски там сороковки. А я сейчас буду готовить фаршированные эти, как их, кальмары, креветки. И еще сделала селедку под шубой. Салатик. У нас сегодня рыбный день, в общем. Да. Я рыбная душа. Люблю морепродукты. Решила себя побаловать. А я комбаски перебил. Да ладно, что ты приблиняешься. Так. Ладно, это потом я креветки. Кальмары. Кальмары сейчас будем готовить. Значит, у меня что? У меня кальмары тушкой целые. Я их разморозила, помыла. Уврала изнутри все лишнее. Там все как-то типа косточки. И у меня вот такая вот штука. Начинка у меня рис вареный с вареным яйцом и с зеленым луком. Сейчас я это все начиню. И обжарю на сковороде в кокосовом молоке. Кальмары нужно готовить от трех до пяти минут примерно. Если готовить их дольше, они будут резиновые. Приступаю к начинку. Чайная ложка. А может, рукой лучше? Да, рукой, конечно. Мы же колхозники. Да. Неудобно. В перчатке. Да, перчатка я уже привык к ней. Чайная ложка. Ну да, немного неудобно в перчатке что-то делать, что-то резать, держать. Если бы, конечно, не палец мой, ну, приходится, нужно ему, чтобы он, ну, в сухой среде был, так сказать, чтобы заживал внимание. Так. И утрамбовываем вот так кальмарчиков наших. А зашивать не надо? Там ничего? Завязывать? Неа. Неудобно мне в перчатке все скользит, конечно. Сковородка там не пригринется. Начинила я кальмаров. Пять штук. Они, в общем, не все целые, где-то они, ну, как поврежденные. Но я думаю, ничего страшного не случится. Надеюсь, не вывалится. И нужно их обжарить на сливочном масле. Кстати, кальмары так можно готовить и без кокосового молока. Просто их обжарить. Ну, я добавлю молока кокосового. Но мы хотим с кокосовым. Мы хотим, да. Мы любим с кокосовым молоком. Так. Сейчас масло растворится. Угу, гремит как бы. Да, хорошо гремит. Короче, вот эта туча пройдет. Мы не в самом будем эпицентре, но но край. Близко. Не, уже даже не край. Уже нормально. Близко, да. Так, кладем кальмарчиков. Слушай, они мне не вместят совсем на сковородку. Они сейчас ужарятся чуть-чуть. Второй доставай. Да. Или два раза будем делать? Два раза будем делать. Из Турции к нам идет офигенная туча. Да. Так, 35 минут, главное, их не пережарить. жарим с одной минуты, ой, с одной стороны примерно 3-4 минуты и с другой стороны 3-4 минуты. Да, я бы тоже так прикрыснул. Тоже. Переворачивать потом буду. жарить. А что там в ногте есть? яйцо. Яйцо и рис и зеленую. А, рис вареный? Конечно. Рис вареный. Первая партия готова. Вот так они выглядят, кальмары. Их можно резать вот так на кусочки. А можно прям целиком в рот засудить. Да. А ты понюхай. Ну как я тебя понюхаю? Я и так подошел в парню. Пахнет по полтянам. Очень вкусно. Ну, конечно, и без молока обжарили, посыпали зеленью и подали на стол. А мы? А мы? А мы в кокосовом молоке. Уже, да? Уже. Хорошо. Она придает такой вкус хороший. Да. Ну и последний штрих, друзья. Немножко кунжута сверху для красоты. Кунжут я люблю. И в булочках, и вообще. Вот такое блюдо у нас получилось. Смотрите, да? Красота. Всем советую приготовить. Друзья, всем спасибо за поздравление Маргариты. Мы сейчас будем готовиться праздновать день рождения в узком семейном кругу. У нас все. Всем удачи. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...